Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы поговорим о катализаторе творения. Объект, строение, которое начало работать с сегодняшнего дня, с 13 апреля. Мы можем преобразовывать в этом катализаторе вещицы. Если вещица может быть сетовой, то она будет сетовой, ну а если нет, то нет. Обо всем абсолютно поговорим, все абсолютно обсудим и все абсолютно покажу, начнем же. Что нам нужно для начала? Для начала нам нужен открытый Zeret Mortis. И мы можем взять квест у брокера, получить за это 500 космического ветра, а можем и в принципе его не брать. Но летим и делаем в принципе все, что нужно. Тут вот берется квест рядом с этой палаткой, рядом с этим навесом. И по квесту нам нужно лететь в сады катализации. Собственно тут находится нужный нам объект. Уверен, при подлете вы увидите много игроков, находящихся здесь. Но поток их уже уменьшился. Потому что все, кто хотел, уже скрафтили себе вещицу. Ну и я тоже скрафтил. Несколько недель назад с великого хранилища я взял 278 нагрудник. И я превратил его в сетовый. Изначальные статы на нем были скорость, крит. Теперь сетовая шмоточка, искусность крит. Все ткшные нагрудники сетовые имеют именно эти характеристики. Собственно смотрите, если шмотка была со статами универсальность, например, и искусность, а сетовая вещица идет, искусность крит, то вы получите именно искусность крит. Как понять, какие статы вы получите? Ну, если вас интересуют конкретно сетовые вещицы, то мы открываем вкладку темные земли, вкладка добыча, вкладка комплекты и смотрим. Например, ножки это всегда скорость и искусность, перчатки, искусность крит, нагрудник, искусность крит, плечо, универсальность, скорость, тапка, скорость, универсальность. Окей, с этим я думаю понятно. Итем левел вещей, как он идет? Ну, если мы берем вещицу 278 итем левела, то мы и получим вещицу 278 итем левела. Если она идет там с самоисцелением, то самоисцеление сохраняется. Если она идет с гемом, то гем тоже сохраняется. Если мы берем вещицу, например, 262 итем левела, которую мы получили с Mythic Plus формата, то да, мы можем ее проапать как и до трансформации, так и после трансформации. Быть может у вас просто нет рейтинга на текущий момент, быть может нету доблести на текущий момент. Все возможно. Собственно, как хотите, в таком порядке апайте, морфайте. Сейчас будет клип продемонстрирован, как происходит вся эта трансформация. Консоль, катализатор отворения. Ого, трупов. Нормально, тут в вармоде весело. Юзаем консоль, катализатор отворения. Засовываем нагрудник. Превращение. После улучшения этого предмета катализатор будет заряжаться в течение 6 дней и 23 часов. Ну, собственно, до следующего кд. Ну, все, превращение. Сделана сетовая шмотка. С сохранением третичного стата и сокета, если это было бы возможно. Но у меня ни того, ни того, но и на нагруднике сокета быть не может. Все, хорош. Теперь нагрудник четкий. Старый мы продаем, а новый нужно зачарить. Неплохой гир вышел. Но вот о чем я и говорил. Была вещица с одними статами, получилось с другими статами. Итем левел сохранился. Далее, рассмотрим трансмог и немножко поговорим о боешках. Боешки? Можно морфить. Опять же, смотрим клип. Ну давай, проверка боешки. Ого. Можно. Боешки морфить? Можно. Но я этого делать не буду, потому что плащ мне нужен для трансмога в ДК-сет. Все. Довольны, чат? Довольны, я думаю. Все. Морфить не буду. Не-не-не. Я не нажал на друиде кнопку преобразовать, потому что друида я не одеваю особо, а облик трансмогрификации мне нужен был от изначального предмета. Касательно сбора сетов, вдруг кому-то интересны трансможики, то преобразовывая вещицы менее 249-го итем левела, мы получаем облики с поиска рейда. Если мы преобразовываем вещицы от 252-го до 262-го итем левела, то они засчитываются в обычный трансмог-сет. Если мы трансмогрифицируем вещицы 265-го до 275-го итем левела, то они засчитываются в героический сет для трансмога. А если мы трансмогрифицируем вещицы 278-го итем левела и выше, то это уже эпохальный. То есть, тем образом, вот нагрудник мне именно и засчитался. 285-е вещицы, да, что довольно-таки интересно. Они имеются в игре, но не для всех доступны, и не для всех типов брони, и не для всех слотов. Например, регелон. 285-е перчатки. Казалось бы, универсальность, скорость. Ну, статы не блещут, но их можно морфнуть, их можно преобразовать. И это будет 285-я сетовая вещица. Задумайтесь об этом. Да, конечно, властители ужаса, регелон, тюремщик умрут нескоро в мифическом формате. Но умрут, правильно? Правильно. Так что, как-то так. Надеюсь, я ответил абсолютно на все вопросы. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Если все-таки остались какие-то вопросы, можете задать их в комментариях. Рассмотрим персонально любую ситуацию. До скорого. За檢 Angeles. ание.